тут представлены среднемесячные данные температура воздуха в якутске начиная с 2011 по 2020 год ну и заполняется по мере заканчивания месяцев 21 у нас еще не закончился у нас октябрь только есть и выводится средне годовая температура эта температура которая берется из средней за весь год то есть мы наблюдаем каждые три часа температуру воздуха днем и ночью как она изменяется зимой и летом и выводим среднее арифметическое и она показывает вот если было 2011 минус 7 3 2012 минус 7 и 8 то 2020 это уже значение минус 5 и 9 но это календарный год это при анализе календарного года которые по которым мы живем да это вот начало с 1 января по 31 декабря но если мы вот берем календарный год мы разрываем зиму мы начинаем с одной зимы и заканчиваем другой зимой середины другой зимы и это не совсем правильно поэтому ученые считают и обычно работают гидрологическим годом так называемым он начинается с 1 октября и заканчивается 31 сентября тогда мы берем полную зиму начиная с октября да и полное лето по конец сентября целый период целый год неразрывно взятых взятые зима и лета это дает более правдоподобные данные для анализа для науки итак мы узнали что среднегодовая температура у нас составляет около минус 6 градусов настоящее время есть так называемая норма климатическая это средняя среднегодовых температур за последние 30 лет по норме которая сейчас еще действует она составляет минус 10 градусов ну и соответственно если у нас среднем за год температура воздуха минус 10 а настоящего мин минус 6 градусов то соответственно у нас все должно быть промерзло все должно быть мерзло и соответственно вследствие этого у нас и существует мерзлота мерзлота это многолетние мерзлые породы которые существуют два и более лет мерзлом состоянии вот собственно как они выглядят если смотреть в разрезе это грунт и ну в нашем случае это пески с местами органикой то есть это вот некоторые какие-то деревья которые когда-то тут росли они у нас вот сохранены мерзлота в россии составляет от территории россии 65 процентов довольно большая большая территория мощность его достигает вот например здесь где мы стоим вот она достигает до 250 до 300 метров самая глубокая или сама мощная мерзлота зафиксирована в западной якутии и достигает до полутора километров мерзлых грунтов мерзлота есть собственно говоря не только в россии она есть везде где холодно где бывает зима это канада это аляска это север европейской части практически весь арктический регион россии и она даже есть в горах то есть если мы поднимемся выше трех с половиной четырех тысяч метров горы то мы будем наблюдать тоже многолетние мерзлые гонты мерзлоту это так называемая высокогорная мерзлота ну и собственно говоря мы сейчас находимся в институте мерзлотоведение и по праву якутия и якутск считается колыбелью мерзлотоведения